За первую неделю наступившего года в Пензенской области зарегистрировано свыше 2300 случаев ОРВИ и гриппа. Из общего количества пациентов — 14% дети. Снизить уровень заболеваемости в этой возрастной группе удалось благодаря распуску школьников на досрочные каникулы. Но такая ситуация, по мнению специалистов, временная. Они прогнозируют ухудшение эпидемиологической ситуации. — Однозначно вторая волна гриппа будет. Это уже эпидемиологические правила, когда грипп всегда идёт двумя волнами. Где-то примерно через 2-2,5 месяца вторая волна наступает. И, конечно, кроме гриппа ещё много других ОРВИ, которые продолжают циркулировать на территории области. Их достаточно много. И некоторые из них не боятся сильных морозов. Тем более мороз уже собирается уходить, насколько мы знаем. Поэтому продолжаем соблюдать все правила безопасности. На сегодняшний день относительно высокий уровень пока сохраняется в Пензе, Макшанском, Сердобском, Нижнеломовском и Кузнецком районах. В областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи в стационаре с гриппом находится 37 человек, из которых 6 в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Грипп характеризуется более тяжёлым течением и развитием жизнеугрожающих состояний. Самое грозное осложнение – это вирусное и вирусно-бактериальное понимание. Поэтому очень важно своевременное обращение за медицинской помощью. Поскольку помочь пациенту и справиться с таким серьёзным заболеванием можно только если он обратился и если лечение назначено в первые 48 часов от момента заболевания. Среди пациентов, находящихся в стационаре, в большинстве случаев непривитые граждане с хроническими заболеваниями. Специалисты призывают не заниматься самолечением. Это грозит серьёзными осложнениями. Продолжение следует...